здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня снова вяжем тапки из джута пряжа джут в одном килограмме 1200 метров крючок брала 3 миллиметра тапочки связались на размер 37 38 начальная цепочка для размера 37 38 длина 14 сантиметров примерно у меня это 23 воздушные петли и сейчас провяжу 11 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 вижу в каждую петлю цепочки 7 8 9 10 и 11 столбик без накида провязали 11 столбиков без накида далее в каждую петлю цепочки буду провязывать столбик с накидом и буду вязать столбики с накидом и одну петлю в самом конце оставлю для того чтобы скруглить полотно 1 1 2 3 4 4 6 так немножко путается ничего страшного 6 7 7 7 придется переделать опять 7 столбик 8 8 8 9 и 10 столбик с накидом у у нас остался один столбик провязать нам осталось у нас осталась последняя петля цепочки вот в нее мы провяжем 7 столбиков с накидом и закруглим полотно 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 и 7 столбик мы закруглили полотно и теперь на другой стороне вяжем зеркально то есть над столбиками с накидом вяжем столбики с накидом над столбиками без накида будем вязать столбики без накида все так же 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 8 9 9 9 8 9 9 10 9 10 10 10 без накида провязывать столбики без накида пока не дойдем до последней петли там тоже будем скруглять полотно мы дошли до последней петли то есть это была первая петля практически и сюда же мы провяжем еще три столбика без накида то есть всего у нас последней петли будет четыре столбика вместе с первым столбиком сейчас мы провяжем три столбика в одно основание и с первым столбиком всего у нас будет 4 закрываем круг соединительным столбиком и соединительным столбиком сейчас перейду на одну петлю вперед чтобы начинать вязание далее мы будем вязать только столбиками с накидом делаю 3 воздушные петли подъема и теперь в каждую петлю основания предыдущего ряда буду провязывать столбик с накидом вяжу в каждую петлю основания столбик с накидом и дохожу до 7 столбиков которые мы вязали в одно основание для того чтобы скруглить полотно в прошлом ряду Новый год Продолжение следует... 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 В третью петлю... Продолжение следует... 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 здесь делаем прибавки по правилу круга то есть первый столбик мы провяжем два столбика с накидом в одно основание 1 2 сюда же 2 далее следующую петлю основания провяжем 1 столбик с накидом следующую петлю основания провяжу 2 столбика с накидом 1 2 и в следующую петлю опять один столбик с накидом и так буду чередовать 2 столбика с накидом с одним основанием одиночный столбик 2 столбика с накидом с общим основанием одиночный до тех пор пока мы не пройдем все прибавки а Продолжение следует... 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 нам нужно связать две таких детали я уже связала вторую и теперь я буду соединять между собой то есть складываем изнаночными сторонами протягиваем петлю и будем скреплять так ввожу крючок через два слоя подтягиваю рабочую нить наверх и протаскиваю через петли у нас получается косичка вот такой косичкой мы провяжем всю стельку то есть соединяю 2 стильки вместе и и вот у нас должна получиться вот такая стелька двойная для верха набрала 21 воздушную петлю подъема 18 петель плюс 3 подъема всего 21 теперь в четвертую петлю праве провяжем столбик с накидом и уже с первого ряда я делаю прибавку буду делать прибавки через ряд с двух сторон то есть вот сейчас опять в эту же петлю основания провязываю второй столбик и далее вяжу в каждую петлю цепочки по столбику с накидом а в последней петле сделаю прибавку провяжу 2 столбика с накидом с общим основанием сейчас вяжу пока в каждую петлю цепочки по столбику с накидом 1 столбик у меня осталась одна петля в эту петлю я провяжу 2 столбика с накидом с общим основанием то есть в первом ряду мы сделали прибавки с двух сторон провязали в одну петлю основания по 2 столбика вот у нас уже получается скос делаю 3 воздушные петли подъема так поворачиваю вязание и вот этот ряд я буду вязать без прибавок то есть прибавки я буду делать через ряд пока не довяжу до нужной мне высоты и до нужной ширины второй ряд и все четные ряды буду вязать без прибавок в каждую петлю основания столбик с накидом третий ряд в третьем ряду делаю прибавки в начале и в конце ряда буду вязать по два столбика с накидом в одно основание один столбик провязала второй столбик сюда же вот одна прибавка есть далее вяжу столбики с накидом оставляю одну петлю в конце чтобы сделать прибавку т.к. трябую из целью патти подъем т.к. в отмах Продолжение следует... Продолжение следует... И так далее. То есть каждом нечетном делаем прибавку, каждый четный провязываем без прибавок. Всего провязала 6 рядов. Вот это уже деталь у меня обвязанная. Сейчас я покажу размеры. Сколько у меня получилось в сантиметрах. Так, высоту у меня получилось 11 сантиметров вместе с обвязкой. Короткая часть верхняя 11 сантиметров. И нижнее основание у меня получилось 21 сантиметр. И теперь обвязываем по контуру. Здесь по бокам буду вот в каждый столбик провязывать по 2 столбика. Так, вытягиваем петлю, оборачиваем нить и провязываем 2 петли вместе. Вытягиваем петлю, оборачиваем нить и провяжем 2 петли вместе. И так по кругу будем делать обвязку все детали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Узор напоминает рачий шаг. Теперь собираем тапочек. Пришиваем верхнюю часть к подошве. Пришивала вручную у них с иголкой, делала прокол через 2 слоя. Вот такие тапочки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...